Всем привет! Это кулинария для мужчин и Алексей Пестов и ведущий. Сегодня мы будем с вами готовить бифштекс. Это будет почти настоящий английский рубленый бифштекс с яйцом. Почему почти? Потому что настоящий рубленый английский бифштекс с яйцом готовится из вырезки. Мы же будем с вами использовать отруб рыбай, ну и мраморное мясо, которое в принципе я думаю не будет ничем не хуже какой-то вырезки. Итак, для приготовления этого блюда нам потребуется кусок мраморного мяса, то есть это наш стейк рыбай, или вырезка. Ну если у вас будет вырезка, кусок должен быть грамм 250-300. Далее соль, одно куриное яйцо, свежемолотый черный перец, небольшой кусок сливочного масла и растительное масло или оливка или подсолнечное. Поскольку мы готовим с вами именно рубленый бифштекс, нам необходимо сделать рубленый фарш. Рубленый фарш делается не на мясорубке, а ножом. Ну такой, чтобы было максимально вкусно. Если у вас мраморное мясо, эти кусочки могут быть совсем, ну, покрупнее. Не рекомендую готовить такой бифштекс на мясорубке, потому что совсем другой получается и структура, и вкус такого бифштекса. На самом деле, если у вас есть острый нож, готовить рубленый фарш довольно-таки просто. Нарезаем сначала небольшими продольными полосочками, а потом режем их поперек. Вот так получается, собственно, рубленый фарш для бифштекса. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Кстати, если будут попадаться какие-то пленки-жилки, их нужно непременно вырезать. Иначе они нам вообще ни к чему в нашем бифштексе. Вот у меня как раз это непонятное слово сказать, стейк вот этот вот из этого, как он называется, австралийского мяса полная хрень на самом деле. Поэтому бифштекса, наверное, будет самый раз, а стейк из этого, мясо этого производителя, впрочем, не очень хороший. Ну, это мое, конечно, по-моему, вкус. Так, немножко еще мясо вот так вот ножом порогом. Все, друзья, наш рубленый говяжий фарш для приготовления вкуснейшего, я надеюсь, бифштекса готов. Теперь, что мы будем с ним делать? Теперь его нужно очень тщательно взбить. Взбивать мы будем руками, ну, как взбить, перемешать. Нужно его где-то минут 7-8 вот так мять. Я видел, кстати, способ, кто-то закидывает такой кусок мяса в целлофановый пакет, ну, и просто хреначит им в этот самый об стол. Ну, я так пару раз пробовал, у меня пакет рано или поздно рвался, и один раз фарш улетел по всей кухне. Так, ну, все, мнем его, не буду показывать, это долгий нудный процесс, еще минут 5, я его буду вот так мять. После того, как это произойдет, я опять включу камеру и покажу, что у нас получилось. Друзья, 5 минут прошло, мясо мы обняли, посмотрите, какая структура стала у фарша рубленого. То есть, если раньше он был комочком, сейчас, смотрите, видите, почти как будто цельный такой фарш получился. То есть, это только от того, что его просто я очень, ну, минут 5 не так долго имел. Так, теперь, после того, когда мясо наше обмято, его еще потом мы отобьем, но перед этим давайте его посолим, поперчим. Возьмем буквально, тут главное ничего не пересолить, нам немножко соли надо, хватит буквально две горточки. Мы потом еще сможем поперчить, посолить уже в конце. Но, как бы, я все равно предпочитаю, чтобы мясо было изнутри и соленое, и перченое. Так, посолили, поперчили, давайте еще вот это вот перемнем с солью с перцем, он так ароматнее внутри будет. Понятно, можно его приготовить, там целый спор существует, что касается соления тех же самых сейков, нужно ли солить до жарки или это делать после жарки. Я, например, склоняюсь к мысли, что нужно солить до того, как ты будешь жарить мясо, все равно получится, на мой взгляд, гораздо вкуснее соленое, чем потом оно будет подсоленное и внутри не соленое. Итак, давайте теперь еще несколько раз его обобьем. Все. И я думаю, в этом месте наш бифштекс полностью готов. Теперь его нужно придать форму бифштекса, можно чуть-чуть ножик смочить и сделать это ножом. То есть, вот это вот, это вот один бифштекс. То есть, бифштекс, на самом деле, это не как вот эта куча небольших котлеток, которые с Абдеповской столовой обычно делают. Или делали уже, учитывая, что сейчас 2016 год. Бифштекс, это вот такая охренительная, вот такой кусок мяса, который делается из рубленого мяса говяжьего, причем такого, как вы заметили, не самого плохого кусочка. Вот наш бифштекс, никакой муки, ничего не надо. Просто вот одно мясо, немножко соли, немножко перца. Все, давайте, бифштекс мы сформировали, давайте будем двигаться дальше. Друзья, после того, когда мы с вами сделали рубленый говяжий фарш и сформировали бифштекс, можно сказать, что наше блюдо практически уже в этом месте, процентов на 80 готово. Теперь нам необходимо его пожарить. Жарится бифштекс на сковородке, минимальное количество растительного масла, но рекомендую использовать какую-нибудь качественную сковородку с таким качественным антипригарным покрытием. А также, перед тем, как мы начнем жарить на сковородке, необходимо включить духовку и довести ее до 180 градусов. Но это касается исключительно тех, кто не любит бифштекс с кровью. Я на самом деле люблю такой средний прожарки. И в зависимости от предпочитаемой прожарки, бифштекс нам нужно в этой самой духовке придержать или 2 минуты, или минут 5, кто хочет полностью прожаренное мясо получить. Я буду держать 3 минуты, я люблю такой чуть-чуть более средний прожарки. Так, все, включаем духовку, ставим сковородку на огонь и продолжаем готовить наш бифштекс. Друзья, сковородка нагрелась. Давайте заливаем туда немножко растительного масла. Вот так будет достаточно. Поверхность сковороды должна быть едва ли смазанной. Распределим. Еще немножко подождем. Как только пойдет легкий дымок, бифштекс можно будет выкладывать. Не знаю, видно, по-моему, легкий дымок пошел. Так, наш бифштекс вот так вот с доски перекладываем на сковородку. Все, процесс пошел. Пожарим наш бифштекс с каждой стороны по 2-3 минуты. Друзья, не знаю, как это рассказать, но запах просто не передаваем. Не просто вообще запах божественный мясо. Есть мое на то, что с этого куска мяса постоянно брызгает сок. Я готовлю на максимальном огне. 2 минуты прошло. Давайте будем переворачивать. Так, вот мы перевернули наш бифштекс на другую сторону. Вроде ничего не подгорело. Все нормально. Давайте будем жарить наш бифштекс с другой стороны. Тоже 2 минуты. Да, 3 минуты будет уже переборкать. Смотрите, что там творится. Прям буйство соков, запахов. Ну и гарри, конечно. От жены получу люлеску худого. Но я надеюсь, оно будет того стоить. Все, друзья. 2 минуты еще прошли. То есть наш бифштекс, видите, с двух сторон полностью зажарился вкуснее. Теперь его нужно переложить на противень. Кстати, кто, как я повторюсь, кто любит мясо с кровью, может и пропустить этот этап, когда мясо нужно доводить до готовности на противень в духовке. Перекладываем наш штейк на противень. Противень должен быть небольшим. И помещаем его буквально на 2-3 минуты в духовку. Вот наш бифштекс, видите, как он истекает соком. Теперь его на указанное время в духовку запихиваем. Все, дадим ему там побыть. Друзья, пока наш бифштекс дожаривается до необходимой степени прожарки в духовке, мы быстренько помыли сковородку, капнули буквально туда немножко масла, поставили на огонь, разогрели сковородку перед этим. Видите, оно уже зашипело. Теперь разобьем туда яйцо. Разбивать нужно аккуратно, чтобы не повредить желток. Все, сразу отключаем. Оно должно и так дойти. Яйцо необходимо немножко присолить. При этом, если вы не хотите, чтобы ваш желток стал белым, его не надо солить. Просто солим один белок. Все. Как раз у нас осталось примерно 1 минуту до того момента, когда истечет 3 минуты до доведения стейка до необходимой степени прожарки, как раз сейчас он остывает в сковородке, буквально постоит наше яйцо еще, наверное, минутку. Ну и после этого будем доставать наш бифштекс. Так, достаем наш бифштекс. И вот что у нас получилось. И готовим его дальше. Друзья, наш бифштекс мы его достали с вами из духовки. Вот он получился абсолютно прожаренный. Давайте дадим ему отдохнуть минуты две. А в это время подготовим все для его подачи. То есть противень на время уберем в сторону. Подавать будем очень просто. Ну, я немножко взял буквально одну помидорку и немножко зелени. Нарежем помидорку дольками небольшими. Ну, конечно, можете не подавать. Вообще бифштекс это такое блюдо, его можно хряпнуть на тарелку, взять кусок хлеба и уже получать от этого удовольствие. Ну, я все-таки решил немножко добавить овощей. Так, вот наши помидоры нарезаны. Лук мы нарежем вот такими пирожками. Тоже на время уберем в сторону. Укроп освободим от стеблей и очень мелко нарубим. Для подачи мы будем использовать вот такое блюдо. Наш бифштекс к этому времени слегка отдохнул, поэтому мы берем его и выкладываем на самую середину. Поверх бифштекса выложим кусок сливочного масла, чтобы оно начало уже немножко растаивать под... ну, за счет того, что наш бифштекс еще не совсем остыл. Зато масло у него уже довольно-таки мягкое. Ладно, все равно все получится. Далее выкладываем на бифштекс и масло наше яйцо, которое за минуту полностью у нас подготовилось. Оно тоже у нас довольно-таки горячее. И я думаю, все будет хорошо с ним. Так, вот, собственно, основное блюдо у нас. Мы оформили. Теперь давайте небольшой стрижок. Немножко отодвинем в сторону. Вот сюда, видимо, выложим помидоры. Слегка присолим помидоры. Бифштекс я решил больше не досаливать и не перчить, поскольку в процессе его готовки вроде все было сделано достаточно. Так, теперь выкладываем перышками нарезанный лучок. Парочку давайте пойдем, чтобы яйцо. Ну и завершение композиции посыплем все нашей очень мелко нарубленным укропом. Ну, сильно, наверное, перебор будет, если весь используем. Все. Я думаю, это достаточно. Также можно немножко спрыснуть оливковым маслом буквально совсем чуть-чуть наши помидоры. Друзья, наш бифштекс из рубленой говядины с яйцом полностью готов. Его необходимо очень быстро съедать, поскольку он остывает. Я не стану по этой причине сильно много говорить. Я надеюсь, что вам рецепт понравился, поэтому если понравилось, то ставим лайки, подписываемся на канал, заходим к нам еще. Всем приятного покида! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok